Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ субботний выпуск новостей в студии прямого эфира Жбек Труганбекова. План нации 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ главы государства. Это ответ на глобальные внутренние вызовы и одновременно план нации по вхождению в тридцатку развитых государств мира. Развитию предпринимательства в этом плане уделяется особая роль. Накануне в Каратальском районе прошел пресс-тур по предприятиям в рамках программ «Нурлужол» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Журналисты посетили местные заводы и цеха, а также откорм-площадки. Отметим, что в регионе только с начала 2016 года в рамках госпрограмм было одобрено 8 проектов. Во время пресс-тура представители СМИ ознакомились с несколькими предприятиями Каратальского района, в том числе и с работой предприятия ТУО «Уштубе Айден». Данная организация действует уже 18 лет. Она занимается переработкой молока и производством молочной продукции. День предприятия перерабатывает до 15 тонн молока. Стоит отметить, что «Уштубе Айден» – одно из первых предприятий Казахстана, освоивших производство умных продуктов, обогащенных юдированным белком йод-казеин для профилактики йода-дефицита. Также только за 2015 год в рамках госпрограммы «Дому Ундересы-2» предприятие получило кредит в размере 21 миллиона тенге, на которые были куплены 25 холодильных камер вместимостью до 2 тонн молока. Государственная поддержка. Мы на сливочное масло, на переводы на молоко, государство платит субсидию 12 тенге на литр молока. Кроме того, приобретенное новое оборудование, стоимость этого оборудования субсидируется государством на 30% от стоимости. Это хорошая поддержка. Еще одно предприятие, которое посетили журналисты – это ИП «Лад», которое специализируется на производстве кондитерских изделий и полуфабрикатов. Это целый комплекс, в составе которого есть магазины, кафе, также детские кафетерии. Сегодня предприятие обеспечивает работы около 100 местных жителей. Планы, можно сказать, грандиозные. По словам руководителя Агафьи Ли, в приоритете строительство ресторана на 150 мест. И здесь не обошлось без поддержки государства. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предприятию оказана помощь в получении земельного участка. Я думаю, что каждый казахстанец должен быть патриотом своей страны. Поэтому в такое непростое время мы должны сами заниматься производством, должны выбирать отечественный продукт. К примеру, мы, жители Уштоби, очень любим продукты, которые производит предприятие «Лад». Очень качественно и цены доступны. Представители четвертой власти также ознакомились с деятельностью столярного цеха. Данное производство, по сравнению с другими, начало работать только с 2014 года, но уже в списке успешных предприятий района. Так, всего два года назад в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» начинающий предприниматель Марат Уалиев смог получить кредит на сумму 2,5 миллиона тенге, на которые были приобретены станки для изготовления оконных рам и дверей. Теперь же предприниматель планирует расширить свой бизнес и заняться производством мебели. Я получил 2,5 миллиона тенге и закупил лес, вот эти станки. В будущем хочу расширяться, набрать рабочих, делать мебели. Следующий объект, где побывали журналисты во время пресс-тура – пошивочный цех «Комкор». Здесь производят верхнюю одежду, деловые костюмы, школьную форму и почти все виды спецодежды. Мастера цеха берутся и за индивидуальные заказы. Для расширения бизнеса, по словам заместителя директора Натальи Ким, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» руководство цеха смогло получить кредит под субсидированные ставки на сумму более 7 миллионов тенге. На полученные средства в здании цеха был произведен ремонт и закуплена вся необходимая техника. Теперь руководство предприятия планирует приобрести вышивальные станки. Сегодня на предприятии трудится 10 человек. Сейчас создаем группу из 7 человек, которые через центр занятости будут обучаться на трехмесячных курсах в городе Талдыкурган. Закупом нового оборудования, новых машинок производства, оно поднимется на более высокий уровень, повысится качество изделий, которые мы шьем. Ну и благодаря «Дорожной карте» мы создаем новые места, будет дополнительно создано 10 мест. Также гости посетили и крестьянское хозяйство «Аскар». С 2004 года оно занимается выращиванием племенного скота мясной и молочной породы. Сегодня в хозяйстве насчитывается 850 голов КРС, из которых около 400 маточного поголовья. Отметим, что мясо и молоко фермы реализуется по всей области. Руководитель крестьянского хозяйства признается, что без поддержки государства вряд ли удалось бы добиться таких результатов. Так, в прошлом году в рамках программы «Нурлужол» ферма смогла получить субсидии на развитие племенного скота на сумму около 35 миллионов тенге. Также у нас откормочная площадка на 200 голов. Начинал я с 60 голов. Теперь у нас около 1000 единиц КРС. Сегодня государство дает очень хорошую поддержку в виде субсидий и льготных кредитов. Я тому очень хороший пример. От себя добавим, что цель организации таких пресс-туров – привлечение казахстанских предпринимателей к участию в госпрограммах, как «Нурлужол» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Информируя о таких программах, фонд «Дому» призывает компании активно использовать предоставляемую государственную поддержку. Жбек Турганбекова, Нуржан Муканов, телеканал «Житсу» из Каратайского района. Цены на продовольствие под контролем. Сегодня спецкомиссия во главе с Акимом города Талкурган посетила коммунальный рынок «Жируик» и проверила стоимость товаров первой необходимости. Цены везде стабильны, однако Богдат Карасаев категорически остался недоволен санитарным состоянием торговых рядов. Градоначальник сделал ряд веских замечаний администрации рынка и поручил предоставить точки реализации продукции собственного производства и для торгующих пенсионеров. Осмотр торговых центров градоначальник начал с популярного у Талдукурганцев коммунального рынка «Жируик». По традиции здесь развернулась субботняя ярмарка. Богдат Карасаев прошел почти по каждому торговому ряду, оценил уровень цен, ассортимент и качество товаров. Цены нормальные, реально. По весне обычно же цены поднимают. Поднимают, но мы еще не поднимали цены. Как работаете, так и работаете. Так и работаете, бесплатно. Оснований для повышения цен быть не должно. По крайней мере на товары, входящие в продовольственную корзину. В списке 33 наименования продуктов в целях мониторинга цен и недопущения их роста. Спецкомиссия теперь с проверкой будет выезжать каждую неделю. У нас 33 наименования социальных товаров, на которые мы ведем, можно сказать, ежедневный контроль. Еженедельно наша группа и комиссия выходят на рынки города, в социальные значимые магазины и мониторят цены. В основном это на хлеб, естественно, социально сегодня по 65 тенге хлеб продается, на мясо, на масло разного вида, растительное и так далее. Сегодняшняя наша задача, естественно, не допустить повышения цен именно на социальные значимые товары. Обошел Багдад Карасаев и овощные ряды местными условиями, Аким остался недоволен. Отсутствие прилавок противоречит санитарным требованиям. Овощи здесь продают прямо с ним. На нашем рынке мы должны создать условия для торговцев наших, которые выходят на базар. Вот оптовые сегодня мы выезжаем, оптовые на машинах выезжают, еще торгуют, как бы скажем, со своих столов, с пола, поэтому нельзя говорить эти вещи. Поэтому надо сейчас смотреть и обращать внимание. Внимание пообещал Аким Город оказать и местным пенсионерам, торгующим товарами собственного производства. Для них будут выделены специальные места, иначе свой нелегальный бизнес придется свернуть всем. Куличной торговли разрешение не дадут. Вот сейчас администратор, мы сейчас скажем, мы всех дадим вам места. Создать продовольственный пояс и обеспечивать население социально значимыми товарами – задача первостепенной важности. Пока над ее реализацией занят единственный в городе тепличный комплекс при АПК Жирююхталткурган. Сейчас овощеводы занимаются высадкой новой рассады. В прошлом году здесь собрали порядка 120 тонн огурцов и томатов. Однако этого недостаточно покрыть даже одну третью часть потребности населения. Аким города Багдад Карасаев обещает решить проблему строительством новых теплиц. Власти областного центра сейчас в поисках потенциальных инвесторов. Ужана Дельханова, Жаслан Шемкенжи, телеканал ЖТСУ, Талды Курган. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения великого Акана Жамбула Жабаева. В честь юбилея в областном центре накануне состоялась презентация художественной постановочной документальной драмы «Жамбыл». Отметим, что презентация данного фильма уже состоялась в Астане и Алмате. Жители и гости Талды Кургана просмотрели художественную картину на одном дыхании и смогли насладиться полнометражной лентой о жизни и деятельности великого поэта Казахстана Жамбула Жабаева. Наряду с этим зритель смог увидеть красочные съемки мест, где бывал поэт, а также узнать множество интереснейших фактов в целом из истории казахского народа той эпохи. Отметим, что сериал снят национальным телеканалом «Казахстан» и состоит из четырех частей. Также в качестве реквизита в фильме были использованы личные вещи и мебель из дома музея Жамбула Жабаева. А также его легендарная автомашина «Зим-1». Отметим, что создатели фильма долгое время вели отбор среди множества актеров на главную роль. В результате такая возможность предоставилась заслуженному деятелю Республики Казахстан, лауреату государственной премии «Дарын», актеру, певцу, композитору и драматургу Байгали Исиналиеву. Жамбул Жабаев — это легендарная личность. Величайший поэт смог оставить после себя богатое наследие и внести огромный вклад во всю казахскую культуру и литературу. В данном фильме очень детально описывается жизненный путь и творчество Жамбул Жабаева. Мы-то знаем, его жизнь только с одной стороны, а на самом деле весь его жизненный путь состоит из трудностей и испытаний. Поэтому через эту картину мы постарались донести до зрителей ту часть, о которой малоизвестно. Я надеюсь, что картину молодое поколение поймет, и фильм станет достоянием и гордостью нашей страны. Ветеран государственной безопасности Алексей Рахимов отметил 90-летний юбилей. Это человек, который по долгу службы был непосредственным участником поистине исторических событий. За многолетнюю безупречную службу в органах национальной безопасности и контрразведке полковник запаса не раз удостаивался правительственной благодарности. О непростом жизненном пути под грифом секретности расскажет наш корреспондент. Алексей Рахимов – представитель поколения, чью юность украла война, а потому уже в 15 лет он начал свой трудовой путь. Подающего большие надежды молодого жителя Адбасары рекомендовали в органы госбезопасности. Так Алексей Рахимов прошел обучение в Ленинградской разведшколе и уже в 1946 году приступил к работе. Большая часть его службы в КГБ, начиная с 1952 года, прошла в Семеволатинской области на самом секретном и опасном объекте. Это особый отдел армии, очень большой, 4 отделения, и одно подразделение находилось уже на семье. Мы обеспечивали безопасность вылетов с атомными бомбами самолетов на испытания на полигон. Меня ограничивает некая секретность работы. Однако там мы ряд мероприятий провели, таких, реализативных. Этот объект в тот время был очень важный, секретный полигон военный. К нему проявляли интерес американская разведка и другие разведки. С 1966 года Алексей Рахимов продолжил службу в Московском военном округе. Под его контролем были такие объекты, как база ракетного топлива, филиал Академии химической защиты, железнодорожный военный полк. Позднее карьера его в системе госбезопасности продолжилась в новообразованной Талдыкурганской области. В 1972 году Алексей Рахимов возглавил здесь отдел управления контрразведки, а через 10 лет отправился на заслуженный отдых, но продолжает и по сей день делиться бесценным опытом службы. До сих пор среди ветеранов департамента нашей области пользуются большим авторитетом и уважением. Под его руководством работали многие люди, которые в дальнейшем занимали весьма ответственные должности в системе комитета. Должен подчеркнуть его кристальную честность. У него профессиональные возможности, жизненный опыт. Это люди, которые прошли огонь, воду, закаленные войной, прошли жизнь, они все повидали. Своё 90-летие ветеран секретной службы встречает в окружении большой любящей семьи. Со своей супругой Аминой Рахимовой Алексей Смогулович прожил без малого 60 лет. Вырастили троих дочерей. Все вместе сейчас растят шестерых внуков и четырех правнуков. Куда он не поехал, я всегда была рядом. 60 лет мы прожили, мне кажется, слов здесь даже лишних не нужно. Потому что 60 лет прожить, понимаете, вырастить в таких тяжелых условиях, этапах, условиях пройти и прийти к этому знаменателю, как вот мы сегодня, я считаю, я всем благодарна. За долгие годы нелёгкой службы Алексей Рахимов был награждён 12 медалями. Ещё больше у него различных благодарностей. Но самое главное – это почёт и большое уважение, которое заслужил он благодаря своим не только профессиональным, но и человеческим качествам. Дина Буранбаева, Айолым Санцезбаева, Жай Курманбаев. Телеканал ЖТСУ. И ещё есть тем выпуска. За короткий период потомственный мастер у милиции музыкальных инструментов из села Наренкола Раимбекского района Булатпе Кутигенов смог стать известным в определённых кругах. На его творение спрос растёт, особенно в больших городах. Год назад он открыл в родном селе небольшой цех, собрал таких же ребят и запустил линию производства деревянных изделий. Искусство деревообработки в семье Булатпе Каутигенова передаётся по наследству. Куракпа Игзбаев, известный в стране скульптор, приходится братом, отцу молодого мастера. В роду также были и кузнецы, и ювелиры. А Булатпек в основном работает с деревом. У парня удивительное качество – сделать дерево поющим. Я первый раз, когда взялся за дерево, начал делать наш национальный кобыс. Я очень сильно люблю этот инструмент, поэтому я экспериментирую. До сих пор в поиске. Хочу сделать необычный на вид кобыс, и когда возьмешься играть, чтобы он звучал по-особенному. Материал они используют дорогой. Самые ценные породы дерева привозят из Алматы. Производительность у них невысокая. О количестве не думают. Работают с ювелирной скрупулёзностью. А кобыс ручной работы у Булатпека – фирменная гордость. Всего год назад возле дома они открыли небольшой цех. Сейчас здесь работают пять человек. Начали принимать заказы, в списке которых – национальная кухонная утварь из дерева. К изготовлению такой посуды они подходят ещё ответственнее. Применяют древнюю технологию работы с деревом. К примеру, чтобы чаша стала красивее и блестела, её определённое время ещё с перерывами на несколько дней кипятят в животном жире. Только так можно получить экологически чистые изделия без красок и лаков, утверждают мастера. На наш вопрос, сможет ли он состояться как успешный бизнесмен, Булатпек улыбнулся. Для молодого мастера это не главное. Как говорят его коллеги по цеху, Булатпек – новатор. К изготовлению любого предмета он подходит по-особенному. Булатпек у нас старательный. Он человек искусства, у него это в крови. Постоянно в творческих поисках, постоянно что-то создаёт новое. Элементарный домбру он пытается сделать, улучшить. Сейчас у нас в моде, вообще в Казахстане, это вот электрическая домбра, да? Оно идёт с вставленным микрофоном. Также вот у Булатпека у нас есть обыск, тоже с микрофоном. Можно в эстрадном варианте его использовать. Так молодой мастер старается выполнить поставленную перед собой же задачу. Сначала это было хобби. Хотел порадовать своих родных подарками собственного производства. Теперь хобби Булатпека Утигенова потихоньку превращается в выгодное дело. Гульназ Мустафа, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. Традиционные проводы зимы прошли сегодня в Искальдинском районе. Уже не первый год праздничные мероприятия провели на базе зимней зоны отдыха в селе Икпенда. Весёлое представление, спортивное состязание, катание на лошадях. Эти и многие другие развлечения подготовили для собравшихся. Поздравил их с праздником наступающей весны заместитель Акима Искальдинского района Каиргали Алибаев. Как и положено по народным традициям, зиму проводили с шутками и танцами. Несмотря на то, что последние дни февраля уже балуют весенним теплом, собравшиеся смогли напоследок порадоваться и чисто зимним развлечением покатались на лыжах и баллонах. Ежегодная традиция нашего посёлка вообще стала проводой зимы. Мы здесь собираемся в селе на горках, чтобы проводить зиму и встретить весну. С песнями, с шутками, с танцами, вот как вы увидели, со сказками. Пожелать всем здоровья и, в общем-то, набраться приятных эмоций. Сегодня школы принимают участие в этом празднике и представляют очень интересные программы. Встреча с детским теннисным турниром «Красный мяч», в котором приняли участие самые маленькие любители этой игры, в Талдыкургане стартовал турнир «Оранжевый мяч». В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки от 8 до 10 лет, обучающиеся по специальной программе «Теннис до 10». В ее основе лежит использование спортинвентаря, соответствующего возрасту детей. Ребята играют на полях меньшего размера, а мяч и ракетки подходят им по росту, стадии физического развития и уровню приобретенных на занятиях навыков. Матчи проходили на 18-метровом корте. На оранжевом уровне обучение занятия становится более динамичными. Дети начинают играть по всему корту, учатся атаковать и играть в защите. Разработанная Республиканской Федерацией методика позволяет ребятам развивать навыки игры в теннис, постепенно и естественно переходить на другой, более высокий уровень. Так, успешно прошедший этот экзамен переходит на новый, более сложный этап обучения, который символично называется «зеленым уровнем». География нашего турнира выросла. У нас сегодня приехали из других городов Казахстана, и это не один представитель, а порядка уже 6-7 человек. Я так думаю, они привезли свой уровень игры, они хотят с нами уже поконкурировать. Мы этому очень рады, ну и я думаю, что наши дети покажут игру достойную, ну а пусть победит сильнейший. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова